Сегодня мы в гостях у местных мастеров, которые занимаются плетением корзин из лозы. Вот их сначала вымачиваю час, потом, когда достанешь, немножечко вот так их, чтобы напряжение снять у прута. Так, стояки заструбиваю, кончики, чтобы на них донышко сплетено заранее, высушено под прессом. А если сразу сплетешь с сыром и начнешь корзинку плести, то корзинку выгнет полупругом, а его сплетешь, под прессом высохнет, а потом вставляешь стычки. И стоячки немножко потолще, чем прут для плетения замачиваются. И вот, где был стоячок, выкусили. С одной стороны вставляем, и с другой стороны вставляем. Так, в круговую вставили, выложим донышко, чтобы не выгнуло, и ставим груз. 16 килограмм груз. Чем больше, тем лучше. Теперь все загибаешь. У вас там прутик один тряснул. А мы сейчас его заменим. Заменим. А правильно, надо вот так, круглогубцами. Типа вот тут перегнуть, и вот так. Тогда оно ломаться не будет. Если правильно. Сколько опыт плетения корзинок? А если согласишься, то что-то сплести, выкинуть, тогда начинай. А если не готова, то не начинай. Так вот этот у нас сломался, выдернуть. Другой вставим. Там еще один вроде. Сломался? Или согнулся он просто. А, так его потом заплетется. Так, завязываем. Постоянно надо сбрызгивать, чтобы они были целыми. Потому что у нас завершать, потом едем надо будет. Теперь нам самое главное выровнять, чтобы было все ровненько. Чтобы корзинка косая у нас не получилась. Вот этот можно заменить. Сейчас я расстрелюсь. Сейчас я расстрелюсь. Теперь плетем отлеткой. Веревочкой в три прутика. Вставляем за каждый стоячок. И это, чтобы нам выровнять расстояние между стояками. Вот где он топорщится, прижимать. Вот они тут, их разводить потихоньку. Раза три-четыре пройдем ряда, и они ровненько разойдутся. На стояки потолще пруд, а плетем потоньше прудом. Это постепенно разводим. Где поджимаем, где отводим. Прижимаем, чтобы было ровненько. Так. Где прутик кончается. Заменяем другим. И вот заменяем, где у нас вот торчал он. Откуда вот он выходит. Обстригаем и туда же втыкаем. Наращиваем. В ту же штучку втыкаем. И опять продолжаем плести. Этот кончится, этот наростим. Опаньки, сломался. Но желательно в одном месте, чтобы разной длины пруды. В одном месте не кончать, а то будет. Опять наращиваем. Сжимаем и ровненько делаем. Кто вставляет толстым концом сюда, кто тонкий. Смотри, как привык. Там потом внутри обрежем. Так, это у нас тут. А, это вот куда. Там. Который сюда подтягиваем прутик, который туда ушел. Какой туда. В общем, руками. И расстояние, чтобы между прудом было одинаковое. Чем будет ровнее расстояние, будь корзинка ровнее. Будет, как у меня, кривая. Так, еще вот обрезают пруд. Кто, когда плетет сюда, выводит, обрезает. Заподлицо. А кто туда обрезает. Там и так много концов. Я стараюсь. Сюда. Кто заплетется, не видно. Там будет кончик, да этот еще кончик. Вот оно заплелось. И не видать, что сюда кончился. И сколько по высоте будете сейчас пройти? Вот так вот. Ряда три пройду. А потом дальше покажу, что будет. А это крашеные путики. Веревочку вести. Если так красить, мы пробовали всяких мест. Но лучше всего, получается, в магазине попросим у девчонок, девочки. Луковую шелуху не выкидывайте. Они нам соберут. Мешочек сшили с тряпочки. Туда луковую шелуху наложим. Она попарится в кипятке. Такая же кастрюля. А потом туда прутики ложим. Так, полукругом. И она покипит. Часик. Поддержим немножко, чтобы покрасились. Получается вот такой цвет. Чем дольше держишь, интенсивнее окраска получается. Сейчас получается плетение в другую сторону, да? А это в другую сторону почему мы делаем? Если вот в ту сторону оставили и начнем вставлять щепу, то вот так, если мы сейчас, я покажу, вот вставишь щепу, вот так, то тут будет большая дырка потом. А когда в эту сторону сплетешь, будешь вставлять, она будет вот по ходу, видишь? И не будет большой щелки. Поэтому перед тем, как щепу вставлять, в обратную сторону пройдешь, и уже будет косичка. Другим цветом уже как. Это ивовый пруд расщепили на несколько частей, получается, да? Ну, это на 3-4 части весной. Колин колонок такая, тоже надо показывать, сделано. Расщепляется, а потом вот строгаем на таком станке. Уберем полторашка. Самодельный. Строгаем вот, и строгаем на нем. Получается, вот так просовывается прутик, и проводится, и убираются все заусенцы. Вот в эту штуку, вот вверх, вверх нет, не вниз, а вверх вот под это. Вот так вот, и строгаешь, и потом проводится. Вот такая штуковина. Хотели еще с дедом педали приделать. Приходят гости и говорят, что это у вас такое? А вот, а еще вы, говорите, плести буду. Будешь плести, если у тебя жена согласится в таком порядке дом держать, то начинай плести. А то из дома выгонит. Вот, сейчас достаем щепу. Это сбрызгивает постоянно. Можно плести не только на плетеном донышке, но еще и на деревянном. Я здесь заготовляю, чтобы оно... Нет, вот заготовки вот, деревянные. А, ну. Так, и тут тоже вставлять вот все в одну сторону камлями эти струк. Надо, хочешь с тоненьких начинай, хочешь с толстых. Но если начал с тонких, значит все вставляешь с тонкими. А то ставишь одну вот с тонкими, а другую с толстыми уже будет не то. И вот так в круговую. В общем, вставляешь так, чтобы тебе прутья были навстречу. И по кругу вот так вот. Вот весной, когда обдирали, не совсем ободралась. И так крутишь, походу. За сезон с осени до весны, получается, зимой плетете. Сколько корзин у вас выходит сплетено. Ну, примерно хотя бы... В прошлом году 130 сплели. С дедушкой вдвоем. И все разбирают. Разбирают. Так. Вот так в круговую идешь. Приходишь. Так, это пока не развязываешь. Если развяжешь... И можно было вставлять, как сказать, вот так вставлять. Так, так, ну, труд сломается. Пока первый ряд вставляешь просто, как сказать, по-детски. Вот так делаешь. Если за этот ставил, за этот заводишь. И вот смотришь, чтобы тебя не получилось нахлёст. А то сейчас сюда же вставишь. Так раз. Если туда вставлял, значит уже сюда. И так идешь. Это называется послойное плетение. А мы с ребятишками, с внуками ноги плетут. Называем по-дедовски. Это у нас новое уже определение. По-дедовски. По-книжному. Называется послойно. Книжку писал Козлов, автор, по плетению. Это мы ее купили первую. И там написано, был, когда он маленький. Пошел в лес за грибами. Набрал много грибов. Ему не унести. Он говорит, ну-ка я нарву прутика, сплету корзиночку, чтобы мне грибы до дому донести. А всегда хотел научиться корзинке плести. И вот он корзиночку сплел. Ну, какая уж у него там получилась. Можно представить. Пришел домой, принес грибы. А сестра увидела и посмеялась. А он там им показал, что такая она у меня красивая. А сестра увидела и посмеялась над ним. Говорит, ой, какую корзинку сплел. И он, как сказать, с детства как обиделся, что над ним посмеялись. И сказал, я все равно научусь плести. И вот он стал хорошим мастером. Книжку написал. В общем, если у вас первое не получится, так, теперь размладите стейки. Если хотите, чтобы на вас раскидисте было прямую, хотите, значит, и вот один уводишь, как придерживаешь, другой и идешь так по кругу, пока прутики не кончатся. Так. И вот пришли, когда кончились прутики. И считаешь раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот это же отстригаем. Потому что уже лишнее, чтобы ровненько везде было. Отстригаешь вокруг. Так. Раз, два, три, четыре, пять. Вот уже шестая. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, пять. И, чтобы второй ряд вставить, хотите, белым, проходите косичку. Ну, пройдем коричневому. Вначале в эту сторону. Пройдем. Веревочка называется из трех прутиков. За три стояка вставляешь. Держишь. Придешь так, чтобы не получилось от щелей. Опять проходим такую косичку. Это я специально взяла маленькие короткие прутики, чтобы показать быстрее. А надо прутья длинные ставишь раз по-дедовски, и тебе на всю корзинку хватит. Не надо два раза вставлять. Это чтобы мне вам приемы всякие показать. Видите, тонкий ставит. Выкуси. Другой ставь на это место, где выкусывал. Вот. И опять полетел. А если где тонко, где толсто, то будет опять же некрасиво.